Физкульт-привет, друзья! С вами Мускулшок. Сегодня поговорим о том, насколько реально вообще похудеть, занимаясь на беговой дорожке. Есть много мифов, много споров по этому поводу и сегодня мы будем разбираться с каждым из них. Во-первых, если вы занимаетесь спортом, либо хотите бегать, то у вас никаких проблем, особенно если вы самозамотивированный, то вы найдете где бегать и когда бегать, то есть я знаю многих людей, которые занимаются бегом и без проблем, то есть не надо им никаких особых условий, просто одел кроссовки, побежал в любое время, причем и летом, и зимой бегают, и в дождь, конечно, таких единицы, а если вы хотите все-таки заняться бегом, то, естественно, выглянув на улицу, там когда дождь лягает, либо зимой, когда минус 20, там 25, ну, там бежать уже, там сидеть, игреться дома, ну. Вот для таких случаев как раз и придумали тренажер, беговую дорожку, он выручает вас, ну, если у вас есть, то есть вы поставили дома, не зависит ни от чего. Можно ли похудеть? Скажу, что можно. Есть неоднозначные уже решения, есть много примеров, которые я лично знаю, которые у людей, которые бегали и похудели, ну, бегали не обязательно на беговой дорожке, просто бегали. Как можно похудеть на беговой дорожке? Во-первых, есть несколько важных правил. Первое, это занимайтесь в рваном темпе, то есть интервальная тренировка должна быть. Тренировки интервальные, это беговая дорожка, которая есть, в которой встроены программы. То есть если на дорожке, допустим, вы берете механическую дорожку, либо магнитную дорожку, там не будет есть программ, в виде дорожки вы расталкиваетесь, ну, усиливая своих ног. Поэтому там сложно, во-первых, на них заниматься, во-вторых, там никакой интервальной тренировки речи быть не может, потому что вам нужно постоянно держаться за поручней, перебирать ногами, расталкивать ее, но это не совсем удобно и далеко от бега. Поэтому выбирайте дорожки электрические, во-первых, во-вторых, чтобы были программы встроенные, тогда вы сможете подбирать себе интервал. Второй момент. Не забывайте про амортизацию. Амортизация очень важна. В дорожке должна быть хорошая амортизация. Это уже обсуждалось неоднократно у нас на канале, и, в принципе, по амортизации вы сможете всегда проконсультироваться с нашими специалистами. И, естественно, если, самое, наверное, основное, если вы хотите похудеть сильно, у вас есть беговая дорожка, и вы даже бегаете на ней каждый день, то, если вы едите все подряд, то ни о каком похудении речи быть не может. Вам нужно, естественно, придерживаться определенного графика питания, графика режима дня. То есть, во-первых, желательно, конечно, спать, ну, минимум, 6 часов в день. Обязательно питаться правильно, то есть, ну, брать рациона кучная, сладкая, жирная. Понимаешь, это все нереально, конечно. Ну, естественно, тренировки для этого никуда не деться, вам нужно заниматься, хотя бы, там, полчаса в день, а лучше до часа. Вот у нас есть пример, новый человек, который за 2,5 месяца скинул 20 килограмм. У нас будет отдельно на канале превью с этим человеком. Правда, он занимался не на беговой дорожке, а на орбитовете, но от этого суть не меняется. Главное – желание и стремление. То есть, вот все реально. Занимайтесь, и результат будет. То есть, возвращаясь, опять же, к первому вопросу, можно ли похудеть на беговой дорожке. Однозначно ответ – да. На этом все. Худейте на беговой дорожке с магазином Muscle Shop. С вами был Сергей. По промокоду, который будет ниже в описании, вы получаете дополнительную скидку на все тренажеры. До новых встреч. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok